На предстоящем референдуме, я уверен, народ сделает правильный выбор, обдуманный и мудрый. Ну, это будет решать народ. Все, что мы могли сделать, и еще у нас время есть, мы сделали. Мы донесли народу суть и отдали судьбу страны в руки белорусского народа. Пусть принимает решение. Но вопрос не в этом. В том, что этот выбор уже не нравится Западу. Вы знаете, что всегда и все референдумы, и какие бы то ни было выборы, не воспринимались там еще до начала их проведения. Вспомните прошлые времена. Мы еще не начали какую-то кампанию, они уже ее перечеркнули, им все не нравилось. Точно так будет и сейчас. Не станет исключением предстоящая кампания. Более того, давление на Беларусь по самым различным направлениям не прекращается и не прекратится. Понимаю. Планировали цветную революцию в центре Европы, а получили неудавшийся мятеж. Американские и авторитетные там эксперты и политологи назвали его неудачной попыткой неконституционного переворота. А деньги в эту неудачную попытку-то вложены огромные. По нашим только подсчетам, то, что мы могли отследить больше 6 миллиардов долларов, для Беларуси это заоблачная цена. Те, кто их не отработал, попытаются опять взбудоражить людей. Вчера очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Для меня это было новостью. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Единственное, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель правительства Сирии попросили нас врачами помочь. Я говорю, хорошо, если кто-то захочет поехать из наших врачей, прежде всего военных. Они поедут, но не сейчас, потому что у нас своих сейчас проблем выше крыши. Еще эта пандемия, так называемая, не закончилась. Грипп у Качанова и Кухарова хлешчет в Минске слева направо. Поэтому в этой ситуации мы даже врачами не можем помочь сирийцам. Хотя там уже активных боевых действий не ведется. Но тем не менее, нет мы туда военных пошлем воевать. Нам там нечего делать. Еще раз подчеркиваю, нужны будут врачи, поможем. Не исключительно на добровольных основах, только после того, когда у нас спадет вот это напряжение в своих больницах. Нет, начинают раскручивать. Правительство приняло России решение. С правительством России шла речь, если мы будем кого-то туда посылать, чтобы Россия нас поддержала. Если какой-то госпиталь, желательно, чтобы мы с россиянами работали. У них большой опыт. Вот и весь вопрос. До референдума нам будут подкидывать всякую дохлятину. По каждому из вас будут молотить. Ну, меня уже отмолотили. Уже, наверное, живого места не осталось. Уже что тут больше скажешь, что сказать. А вот каждого из вас, я знаю, что Андрея Шведа там начали полоскать. Это еще не все. Готовься еще там. Откопайте еще то, чего ты не знаешь. Про твоих дедушек, бабушек. Все, что обнаружишь, ты с Америки приехал. Поэтому вы поменьше на это смотрите. Смотрите вперед. У нас есть определенная цель. Мы должны к ней прийти. Будут давить на предприятия, трудовые коллективы. На работников системы образования, здравоохранения, главный ресурс социальной сети и мессенджеры. Но сейчас основное острие нацелили против членов участковых и других комиссий. Мы договаривались, что этих людей надо всячески защитить. И такую команду правоохранительные органы получили. Недавно наш министр внутренних дел об этом говорил. Пусть даже не переживают тех, кто сегодня занимается государственными делами. У нас сегодня не та ситуация, что была в 2020 году. И каждого мы сможем защитить. Это наша святая обязанность. Не дай бог они прикоснутся хоть к одному человеку. Вы знаете что? Не исключены провокации с целью подставить страну под санкции дополнительные. Или даже шантаж военными средствами. Он так... Начался уже вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы и так далее. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент. В этих условиях главным средством обеспечения стабильности дальнейшего развития страны является прежде всего личная ответственность каждого человека за судьбу страны. Коллективный иммунитет к манипулированию общественным сознанием. Безусловно, вертикали власти, экономическому блоку, правоохранительным органам необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и спокойной жизни людей, предстоящей. Есть предложение рассмотреть еще вопрос так называемого заочного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси. Тех, кто совершил или совершает особо опасное преступление, предусмотренное национальным законодательством. Подобные подходы давно практикуются во многих странах, в том числе европейских. Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Но они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом спрятаться за границей.